Встреча президента Рауля Хаджимба и генерального директора Черномор-Энерго Аслана Басария началась с обсуждения работ, проведенных в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Глава Черномор-Энерго представил президенту каталог, где наглядно проиллюстрировано состояние объектов до и после, указаны сроки и стоимость работы. По вашему поручению, в свое время, еще в 2015 году, мы попали в рамках мероприятий реализации инвест-программы как раздел энергетика, и сумма инвестиций на данный момент составила порядка 730 миллионов рублей. Все мероприятия реализованы. Речь идет о замене силового оборудования на 7 подстанциях 220-110 кВт и 8-я подстанция Гагра-1, там была полная реконструкция, по сути, строительство новой подстанции. В этом году объект был сдан, реализованы все мероприятия. Что касается распределительных сетей, то же самое касалось 5 районов из 7 районов. Все мероприятия были реализованы еще до этого года, настоящего. Соответственно, последнее мероприятие, которое у нас до конца года должно быть реализовано, это приобретение специальной техники, это манипулятор и УАЗ-фермер. Работы, выполненные в рамках инвест-программы, безусловно, помогут без происшествий пережить период пиковых нагрузок на электросети. Но этого недостаточно, отмечает Аслан Басария. Глава Черноморэнерго рассказал и о работах, проведенных за счет бюджетных средств. За этот период времени порядка пяти объектов дополнительно к этим объектам, если мы говорим и касаемся подстанции, на них заменена основная часть силового оборудования. Параллельно с этим идут постоянно текущие ремонты. Если брать за основу исключительно только в 2018 год, из 41 подстанции у нас порядка 18 трансформаторов силовых. Речь идет о высоком классе напряжения, это 220, 110, 35 кВт. Порядка 18 трансформаторов были отремонтированы за этот год. Аслан Басария также отчитался о ремонтных работах, проведенных на распределительных сетях. За прошедшие 10 месяцев заменены порядка 100 км проводов различного класса напряжения. Установлены 14 трансформаторных подстанций и 14 новых трансформаторов. Кроме того, в прошлом году было расчищено 800 км территории под проводами, в этом 500 км. Заменена большая часть цепной арматуры на магистральных линиях и приведены в порядок часть опор линий высоковольтных. Сделано многое, но далеко не все. Не можем сказать о том, что у нас все это в идеальном состоянии, в силу того, что мы не всегда можем проводить эти работы, потому что это связано с обесточиванием наших абонентов. И в силу того, что у нас такие, скажем так, одинокие линии, то есть радиальные схемы, для того, чтобы проводить работы на тех или иных линиях, получается, что у нас обесточивается огромное количество районов. Поэтому мы зачастую берем время либо в ночное время суток, либо раннее время, условно с 6 утра до 8 утра проводим эти работы урывками. Но, тем не менее, насколько возможно было, мы, конечно, подготовились к зимнему периоду с учетом того, что у нас достаточно сложная ситуация в энергосистеме. Поскольку прошлая зима была теплой, нагрузка на сети в этом году несколько снизилась. Однако новой проблемой стали фермы добычи криптовалют, которые потребляют слишком много энергии. У нас появились так называемые майнинг-фермеры, которые размещаются зачастую на территориях различных старых заводов, которые не функционировали или не функционируют, или функционируют частично. И, собственно говоря, это создает дополнительную нагрузку на наши сети, на наши магистрали, на наши подстанции, которые и так перегружены. И получается, что возникает риск того, что мы не можем довести электроэнергию до нашего обычного потребителя при таких нагрузках в случае наступления уже зимы, в прямом смысле этого слова, то есть похолодания. Рауль Хаджимба поручил взять под контроль предприятия, где выделенные мощности используются не по целевому назначению. Просил бы установить жесткий контроль. Там, где нет производства, но при этом, как говорится, эти структуры продолжают получать то количество электроэнергии, которое далеко не сопоставимо с тем, что они делают. И мы говорили на эту тему, как раз-таки это связано с тем, что возникают так называемые фермы. Поэтому я просил бы взять под контроль этот вопрос очень жестко. Президент Рауль Хаджимба также поднял вопрос платежной дисциплины в сфере потребления электроэнергии. Мы неоднократно говорили о необходимости достаточно жесткого контроля и ваши работы, которые вы проводите по линиям, нашим внутренним, тоже нацелены и на установку соответствующих возможностей контроля за потребляемой электроэнергией. Но, к сожалению, ситуация достаточно плачевная, будем говорить, в этой части. Она остается таковой же практически, как и прежде годы. Аслан Басари отметил, что проблема собираемости средств – одна из самых актуальных. Рост собираемости среди юридических лиц в этом году составил 20%, так как неплательщиков просто отключали. С физическими лицами такая процедура пока технически невозможна. И хотя по закону счетчик должен быть в каждом доме, многие по сей день игнорируют эту норму. По некоторым районам у нас произошло падение. И зачастую это районы, которые более благополучные, нежели те районы, которые являются дотационными. Я могу даже это перечислить, да, эти районы. Это в первую очередь город Сухум, это Кагрский район, это Гудаутский район. Во всех остальных районах у нас рост собираемости физических лиц. Мы, конечно, надеемся на все те вопросы, которые вы поднимаете в рамках совещания, что в следующем году, возможно, будет бюджетирование именно целевое в рамках реализации этих программ. Что нам на выходе дает повышение собираемости и в первую, наверное, очередь это качество электроснабжения. То есть, когда наши абоненты экономят, у них сразу же улучшается качество энергоснабжения в силу того, что есть всегда ограничения по потреблению, в том числе по мощности. По просьбе президента Аслан Басария рассказал о положении дел на Ингургес, в частности, об уровне воды в Джварском водохранилище. На сегодняшний день уровень воды в Джварском водохранилище составляет 486 почти метров. Приток воды 70 кубов. Предыдущие два дня было порядка 210 кубов. Это достаточно хорошие показатели. Но, тем не менее, это все связано в том числе с количеством потребленной электроэнергии на территории Абхазии именно в зимний период. Как вам известно, фактически все 100% выработки Ингургеса и перепадный ГЭС в зимний период времени получает Республика Абхазия. И, естественно, зачастую не хватает той воды, которая сосредоточена в Джварском водохранилище, для покрытия нужд Республики Абхазия. Бесспорно, это все зависит от погодных условий. И это зависит очень серьезно от той экономии электроэнергии, которую либо мы сможем запретительным образом реализовать, мы говорим про незаконную деятельность, либо, конечно, если наши граждане будут более экономно подходить к энергопотреблению. В случае, если зима будет холодной и электроэнергии все-таки не хватит, Черномор Энерго рассчитывает на помощь Российской Федерации. В прошлом году схема экстренного перетока была отработана российскими специалистами совместно с сотрудниками Черномор Энерго, но благодаря умеренному потреблению так и не пригодилась.